Всем привет! С вами Сын Булгер. И я Водолага Стасян. Значит, по тем двум тоннам, что мы купили ячмень, по 3 гривна. Ячмень оказался весь чистый, хороший, сухой, ну и правда ему 2 или 3 года. Судя по мешкам, потому что сильно были погрызены мешками, больше половины мешков повыкидывали в дырках. И вот сюда сложили по бочкам и килограмм 400 перемололи с барданом в ящику. Все, это первая партия из бетона мы тут и оставляем. А там те зерноотходы, что я заказал там по 2 с копейками, тот вагон там у нас бочки есть, 5 тонн туда сложим. И горох вроде бы тоже будет где-то по 4 гривна тонн или 2 возьмем. Ячмень по 3, а отруби, вот мы брали 10 мешков, 95 гривен, 23-22 килограмма. То есть выходят отруби 4,20, 4,30, а ячмень 3 рубля. Это сразу на вопрос, а что ты в отруби мы не входишь. Сейчас идет урожай, сейчас можно и отходы взять по хорошей цене меньше 3 гривен. И ячмень у нас, по-моему мне говорили, троши и садавить. Ну короче, нормальные цены. Сейчас у нас в понедельник или-вторник опорос. Машка должна опороситься. Мы только что Машку перегнали в другой сарай, там убрали. И сейчас хочу сделать там дезинфекцию надо. И подсыпать чуть-чуть стырку. И Машку забрать и перегнать назад. Так, надо палочку. Я думаю, может и сама пойдет. Может и сама пойдет. Выпускайте кракер. Давай кракер. Пошли. Давай домой. Давай. 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 И все, и так и забрали. Спрашивают, как ты борешься с мухами, то ну как, ленточки, ленточки больше ничего. Друзья, если честно, дезинфекцию я так сильно не делаю. Это просто, что у меня нет, я считаю, это толку вообще никакого нет. Дезинфицирую из-за того, что оно у меня есть. Повелся когда-то, что оно что-то дает, а оно в итоге вообще ничего не дает. Мятой пахнет, типа микробы убивают. Ну, типа бумажка выкворяет. Ого. Так, так, классно. Да что ж. Не, так мясо, а что ж. Давай ехать. Давай, Вау. Давай, давай, давай. у нас готова машки побелели еще не подсохла до поросят готова то есть все нормально ожидаем думаем ну думаю понедельник по всем подсчетам но может быть и задержка два дня и 3 это в пределах нормы фото фото машулька у нас далеко за 200 килограмм и здорово и характер добрый машулька правда добрый до поры до времена быть подержи я и свистну добрый до поры до времени сейчас поросята будут сразу фиг то не отойдешь фиг поросят наберешь не ничего свое мнение по дезинфекции сказал одно то самое что мертвому препарка вообще толку никакого нет ну просто на время дезинфекции запах мяты аптекой такое и все ну чтобы сказать там вау эффекты это появляется после дезинфекции не скажешь также мы вчера по кастрировали двух поросят кабанчики у меня что остались я себе оставил их кастрировал но не я знакомых приходил по кастрировал я держал все им вчера сделал 40 килограмм стартового комбикорму насыпал и пускай вдвоем без имен потому что кастрация на мясо друзья также по богдана каналу оставлю ссылку под видео и в комментариях увидите сын блогера нажимайте переходите он мне помогает по хозяйству и также помогает строить сарай по поводу это у нас мы смотрели начала августа пару кукла у нас покрыта петреном клубника покрыта тоже петреном поросная в рыжке мы поросят забрали она сразу не загуляла а сейчас начинает только загуливать это уже грубо говоря 18 дней по моему прошло 19 начинает загулять вчера я обнаружил первые признаки загула поэтому завтра если она все нормально или завтра или послезавтра сейчас сыпнует чуть-чуть вылезавтра или послезавтра должна уже стоять и как раз мне хорошо да да начинается у нее подхвостница увеличивается петля увеличится поэтому я думаю завтра послезавтра уже поеду на комплекс куплю семя дюрка и искусственно ее покрою тоже сниму видео а так все свином все свиноматки мои покрыты и этой в том том сарае это явно видно это клубника сама больше мне нравится но она сама больше кричит до крыковушка сейчас убирать у них будем каштанчик кашташка кашташка красавчик кому интересно хряка продам породы дюрок яша покажись хряка породы дюрок а там ну я уже и за 8000 отдал бы почему я даю потому что мне не надо дюрок у меня есть и трен мне хватит продаю яшку своего спокойный добрый тысяч за 8000 отдал бы уже забирайте ему вот или год и месяц где-то так по видео я смотрел хороший рабочий крючок килограмм не знаю сколько 170 180 может больше может меньше вот как распускать крышка его понюхает вот смотрите какой красавчик кому на хозяйство надо забирайте приезжайте собирать и за 8000 гривен отдам это недорого я сначала 12 просил потом 10 но сейчас уже за 8000 гривен отдам потому что мне два хряка пока не надо я ним не могу крыть свою дюрчиху куклу и рыжку и он мне получается ни туда ни сюда сам по себе вообще без проблем кроет и маленьких если надо и прогибается гнется такой не так что как буйвол прыг и все а такой аккуратный все делает быстро хорошо как раз его крышка понюхает ну и они с каштаном постоянно когда видят а пена сорта летит так что друзья забираем кому надо хороший хряк рабочий вы сами видели как он работает есть у меня видео также видели когда я его привез также именно сам процесс как он работает и машка с это будет у меня опороз завтра послезавтра это тоже мало он маску покрыл есть видео сам туда пошел покрыл и пришел назад он и сейчас побегает побегает и назад летку зайдет давай яшка пошли 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 да сюда но нельзя так так пошли 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 занять давай яшка пошел а я прогулять да сам очки да вот так и зашел все закрывай бутина не так что приезжаем кому надо яшку забираем я ему сыпнул потому что он знает когда он все хорошо пришел назад клетки его всегда я насыпаю клубника чтобы не ревновало тоже тоже насыплю чтобы не ревновало это по киевской генетики тоже пока это все нормально так что так все отлично